Недоработанный закон или расчетливость жителей. Закон, округой которой предусматривает выплату денег вместо земельных участков, вызвал горячие споры среди многодетных семей. Причиной недовольства стала разница в суммах, которую можно получить вместо положенного земельного участка. Семьи, проживающие в городе, могут рассчитывать на 1 миллион рублей. Прописанные в поселке искателей – 600 тысяч, а жители населенных пунктов – только на 450. К тому же получатели социальной выплаты недоумевают, почему сумма облагается налогом в 13%. Возможность получить вместо земельного участка деньги у многодетных семей появилась в 2016 году. В Ненецком округе было принято постановление администрации номер 368-П. В документе были определены размеры социальных выплат, которые семья может получить взамен земли. Жителям Наринмара полагается 1 миллион рублей. Поселка искателей – 600 тысяч, населенных пунктов – 450. Мы считаем, что это неправомерно, так как мы живем также в черте города. Мы ничем не разделены с городом. Мы получаем такие же льготы, мы имеем такой же статус многодетной семьи. И поэтому мы решили обратиться, чтобы нам дали разъяснение. Разъяснение многодетным семьям Заполярного района дали на выездной сессии окружного собрания депутатов. Как пояснила начальник управления имущественных и земельных отношений, которая занималась всеми расчетами, сумма выплаты складывалась из средней кадастровой стоимости земельного участка и среднерыночной стоимости жилья. Также учитывались размеры земельных участков. В каждом муниципалитете они разные. Предоставление земельных участков призвано в первую очередь улучшить жилищные условия многодетных семей. Выплата компенсационная, если вы читали порядок, то она тоже привязана к предоставлению земельного участка. Вы не получите выплату, если вы не стоите на учете за землей. Соответственно, мы и компенсационную выплату привязывали к этим двум позициям. К кадастровой стоимости одного квадратного метра земельного участка и, соответственно, к одному квадратному метру жилья. На разъяснение начальника управления жители отвечали – стоимость жилья из земли в городе и посёлке искателей отличается не сильно. Различие в рыночной стоимости не так разительно, как в сумме компенсационных выплат. По словам Анастасии Голговской, в методике расчёта использовалась только кадастровая стоимость, как положено по закону, а не рыночная. Получатели компенсационной выплаты волновал ещё один вопрос. У меня вопрос такой. На основании чего взяли 13%? Какого кодекса? Налогового, уголовного, ещё какого-то. По словам заместителя руководителя Департамента социальной защиты, облагать выплату налогом в 13% положено по статье 217 Налогового кодекса. По словам депутата окружного собрания Виктора Кмитя, чтобы закон достиг своих целей – улучшить жилищные условия жителей округа. Компенсационную выплату необходимо сделать целевой. А поскольку выплата социальная, у жителей встаёт резонный вопрос – почему сумма разная? По итогам выездного заседания был принят ряд решений – рассмотреть целевую направленность выплаты, правомерность налогового вычета, учесть опыт других регионов, в частности, Ямало-Ненецкого округа, где есть такая мера социальной поддержки.